Наталья Мамлеева. Золушка в Академии Ледяного Дракона. Читает актриса Алла Чожек. Глава первая. Зря. Зря согласилась. На мгновение меня окутала непонятно откуда взявшаяся темнота, словно я попала в чулан. Но вскоре она развеялась. И я оказалась в настоящей сказке. Огромное бальное зало с высоким потолком, ярко освещенное, с кружащимися по паркету студентами в дорогих праздничных одеждах и в ажурных масках, похожих на мою. Лилась приятная музыка, гости с улыбками переговаривались, вели оживленные беседы, будто здесь и сейчас проходил настоящий бал какого-нибудь XVIII века. Впрочем, под него все и было стилизовано. Не поскупилась администрация универа на такую роскошь. Я жала пальцами бирюзовую ткань пышного платья и прошла вперед, оглядываясь по сторонам. Покружилась вокруг своей оси, развернулась спиной, продолжая идти и выискивать в пестрой толпе студентов жениха. Конечно, видеться с ним после всего, что произошло, не хотелось. Но я должна посмотреть ее обе стыжи глаза и вернуть обручальное кольцо. В этот момент ко мне подлетела искорка, одна из тех, что кружились над головой. Я выставила руку вперед, и искорка опустилась на ладонь. Ух ты! Какая красота! Интересно, как это сделано? Ой! Выдохнула, когда почувствовала спиной препятствие. Извини. Я резко развернулась и налетела на кого-то, потеряв равновесие. Незнакомец успел придержать меня за талию, спасая от неминуемого падения. Ладонь, на которой расположилась искорка, легла точно на грудь мужчине. Да так удобно, что не захотелось ее оттуда убирать. Я вообразила, как искорка растворяется в нем, касается моего сердца. Мгновение, и черные волосы незнакомца с одной белоснежной прядью меняют цвет и становятся белыми, как снег. Это что за спецэффекты? Они вообще настоящие? Восхищенно выдохнув, я потянулась к длинным волосам мужчины, чувствуя, как внутренне замирая, предвкушение непонятно чего. Музыка будто стихла, а голоса студентов вокруг стали приглушеннее. Теперь существовал только он и его притягательный взгляд. Ух ты ж, какие глаза, словно зимнее небо, затянутое снежной бурей. Такие смотришь со страхом и восхищением, а сердце начинает колотиться быстрее, упоенное чем-то поистине пугающе совершенным. И все было бы так прекрасно, так чудесно, если бы невозмущенный голос сбоку. «Как ты посмела приворожить владыку?» «А, простите, посмела приворожить владыку?» Я едва не расхохоталась, бросив взгляд на говорившего, невысокого мужчину, подтянутого тоже в маске, и вернув его обратно тому, в чьих объятиях была зажата. Вот кто-то напридумывает себе ролевых игр, а потом распространяет правила на других. Ну ничего, я девушка озорная, могу и подыграть. «Ах, владыка, простите, пожалуйста!» Провела ладонью по плечу незнакомца и выдохнула буквально в губы. «В гриме вас не признала. Не велите казнить». С этими словами я попыталась отстраниться. Но незнакомец по-прежнему держал меня за талию, причем смотрел с такими смешанными чувствами, то ли со злостью, то ли с изумлением. А может, и то, и другое, и еще что-то третье, трудноопределимое. «Казнить?» – мыкнул он, склонив голову. У него оказался поразительно бархатистый голос. «А это идея». И меня прижали крепче, ближе к губам. А ведь глаза и губы – единственное, что было видно. Все остальное скрывала маска, лишая возможности рассмотреть незнакомца получше. Рассмотреть и больше никогда не приближаться к этому сумасшедшему с просто потрясающими глазами. «Полегче, парень?» – мыкнула я и уперлась ладонями ему в грудь. С парнем я ему польстила, передо мной явно был молодой мужчина, но не суть. «Слушай, не хочу нарушать тут ваши ролевые игры в повелителя подчиненного». «Ролевые игры?» «Я всего лишь случайно наткнулась на тебя». Проигнорировав вопрос мужчины, продолжила я. «Спасибо, что не дал упасть, а теперь можешь отпустить. Не волнуйся, я никому ничего не скажу». «Не волнуйся». Прекрасные глаза сузились. «Я и не волнуюсь». «Вот и чудесно, раз никто не волнуется. Теперь можешь отпустить, и я пойду искать своего жениха». «Своего жениха?» «Еще более изумленно спросил незнакомец, и руки на моей талии сжались. Хотя куда уж сильнее. «Еще чуть-чуть, и он меня без воздуха оставит». «Жениха, жениха», — подтвердила я. «Неверного козлину, которому я собираюсь швырнуть в лицо колечко, но это так мелочи. Так что тебе лучше бы меня отпустить, а то он придет и конец вашей ролевой игре, ладыка. Корону он с тебя быстро собьет. Точнее, венец». «Это же венец?» Уточнила я, стрельнув глазами в серебряный обруч на его голове. Реквизит, кстати, выглядел живописно. Явно не поскупились на образ. Да и на подчиненном неплохой камзол. Все по стилю. «Венец», — кмыкнул он и склонил голову. «Неужели ты действительно не знаешь, кто я такой?» «Сын депутата?» Тогда понятно, почему бал выглядел столь роскошно. По воздуху над головами студентов летали маленькие светлячки. Должно быть, прожекторы создавали такой эффект. Под потолком, казалось, зависли свечи, но горели они непривычным теплым светом, а отдавали свет белой, искрящейся. Лампочки, конечно. Не могли же они в самом деле подвесить тут тысячу восковых свечей? Разумеется, отвечать на вопрос я не стала, лишь пожала плечами и уперлась в грудь незнакомца. Хватка ослабла, и он даже выпустил меня из объятий. Но тут прозвучал истеричный голос подчиненного. «Владыка, ваши волосы!» В этот же момент владыка удержал меня за руку. На мгновение меня словно током прошибло. Может, наэлектризовался из-за обруча на голове? Да-да, точно из-за него. И волосы побелели. Свет, видимо, преломляется как-то по-особенному. Еще пять минут общения со мной. И не только посидеешь, а вообще лысым останешься. Мы, женщины, знаешь ли, и не до такого довести можем. Я хотела пошутить. Честно хотела. Но кто же знал, что на незнакомца мои слова произведут такой эффект? Он медленно склонил голову, увидев пряди своих волос, достающие до груди, и сглотнул. М-м-м, сочувствую, друг. Остаться седым в расцвете лет – та еще проблема. Но что поделать? Впрочем, это были не седые волосы, я преувеличиваю. Это был роскошный платиновый блонд. Мужчина поднял на меня какой-то странный взгляд, резко притянул к себе, почти дотронувшись губами до моих. И ей полегче, молодой человек. Я пока еще занятая девушка. Вот сейчас расправлюсь с неверным женихом. Отпилю себе, так сказать, рога. Свободно, а пока не-не. Ты… Выдохнул он. Ты что-то наколдовала? Я наколдовала? Ты кто такая, демон, тебя раздери? Рыкнул незнакомец. Ой, какие мы нервные. Еще и желаем всякого нехорошего. Нет, текать надо от таких чудесных, просто потрясающих глаз. Хорошо, что я в маске. И он в маске. Правда, при возможности узнать друг друга не составит труда. Но, думаю, в нашем городе-миллионнике мы с ним никогда не пересечемся. Золушка, пожав плечами, сообщила я. Музыка стихла, и по залу пронесся голос. Пора выбрать лорда и леди Леда. Я повернулась в сторону говорившего, импозантного мужчину в маске, стоящего на сцене. Он поднял руку вверх. И мне показалось, что с его пальцев сорвались голубые искры. Какая глупость. А когда он отвел руку в сторону, искры, взорвавшись фейерверком, полетели ко мне. Студенты дружно сделали шаг от меня, точнее от нас с незнакомцем, который наконец-то меня отпустил, но далеко не отошел. Каких же световых и лизионистов сегодня пригласила администрация? И сколько за это заплатили денег? Ох, не бережет наш бюджет ректора, ох, не бережет. Хотя если за все платит этот красавчик его дело, я согласна. Искорки закружились вокруг меня. Блондин выставил руку ладонью вверх, при этом не сводя с меня пристального изучающего взгляда. Из искорок на его ладони образовалась изящная заколка с большим увесистым фианитом. То, что это сапфир верить отказывалось, такая заколка стоила бы очень-очень дорого. Неожиданно, проговорил мужчина. И так вовремя. Когда чары снежного бала развеются по этой заколке, я узнаю тебя. И насмешливо добавил. Золушка. Неужели? Чары, да? Я едва не расхохоталась. А мужчина тем временем прикрепил заколку к моим волосам, причем так небрежно, что у меня на мгновение бабочки в животе затрепыхали. Потом благополучно сдохли. Не знаю, почему я не отшатнулась, наверное, пребывала в крайней степени задумчивости. Да здравствует лорд и леди льда! Студенты дружно зааплодировали. Я прибалдела от такого выбора. Что здесь творится, ё-моё? В этот момент раздался бой часов. Я взглянула на огромный циферблат прямо над входом. Стрелки были сделаны из иния и показывали без пяти минут двенадцать. Ох, когда успело пройти столько времени? Пора бежать домой, иначе общежитие не пустят и придется мне ночевать под окнами. Костелянша больно вредная у нас. Пять! Воскликнули студенты дружно. Чего это они отчитывают время, как до Нового года, хотя до него еще несколько недель. К счастью, блондин отвлекся, посмотрел в сторону, а я, воспользовавшись этим моментом, бросилась бежать, подхватив юбки. Ладно. Завтра разберусь с неверным женихом. Если задержусь еще на минуту, то после разборки придется ночевать на улице, что мне совершенно не улыбается. Четыре! Я выбежала из зала, но, к своему изумлению, не узнала привычный академический коридор, по которому сюда шла. Что происходит? Неужели не в ту дверь выбежала? Я думала, там она одна. Три! Все еще доносились голоса студентов из-за закрытой двери. Ладно, позже об этом подумаю. Побежала направо. Холл. Чудесно. Правда, тоже какой-то незнакомый, слишком помпезный. Мраморный пол, панно на потолке, лестница с блюстрадой. Пока бежала, уронила на ступени заколку. И уже было хотело поднять ее, когда где-то в глубине коридора услышала голос блондина. Где та девушка? Найдите ее. А, кажется, я не должна была забирать с собой заколку. Видимо, это местный реквизит, как и тот обруч. Вот и чудесно. Найдут ее на лестнице, если что, отследят по камерам. А пока бежать, до общежития от первого корпуса рукой подать. Так я думала, пока не выскочила на улицу и не узнала ничего из того, что должна была узнать. Впереди раскинулся парк. Медленно сделала два шага вперед, обернулась и окинула здание университета беглым, шокированным взглядом. Да это какой-то замок, а не мой универ. Обалдеть. Выдохнула пораженно, хватаясь за голову. В этот момент сзади раздался женский голос. А вот и она, держи ее скорее. Кого держи? Меня? Да не брала я вашу заколку. Уже хотела ответить, но не успела. В лицо мне сунули какую-то тряпку, а спустя мгновение я потеряла сознание. Чудесно. Просто чудесно. Глава вторая Голова... моя голова... Я попыталась открыть глаза, но тут же зажмурилась, чувствуя, что стало еще хуже. Слабость, тошнота, головокружение. Лежала на чем-то неудобном. Или это моя спина чувствует себя неудобно? Признаться, вообще вся кожа чешется, словно меня все обмотали жгутами крапивы. И последнее, что я помню... Резко распахнула глаза, но мне на плечо тут же легла чья-то рука. Я с трудом разлепила веки, но еще плохо видела. Перед глазами все расплывалось и кружилось. Тише, тише, тебе лучше полежать спокойно. Ты еще не привыкла к новому облику. Новому что? Какой же бред? Наверное, неудачный сон. Облику. Теперь ты это я. Тебе плохо из-за отката от заклинания. Чтобы стало лучше, должно пройти некоторое время. Я вот уже адаптировалась и должна признаться, твой облик просто чудесен. Ты ничего такая, лучше, чем я думала. Что ты несешь? Выдохнула я, отчаянно пытаясь сконцентрироваться. То ли на окружающем пространстве, то ли на словах незнакомки. И то и другое давалось из рук он плохо. Кажется, она очень глупа. Послышался другой женский голос. Но учится же она как-то на четвертом курсе своей магической академии. Так? Не вылетела, не отчислили. Значит, на что-то доспособна. Магическая академия? Я учусь на четвертом курсе, но обычного технического университета. Да и вообще даже предположить не могла, что у нас есть какая-то академия для экстрасенсов, или как себя эти одарены называют. «Эй, ты там жива хоть?» Вновь продолжила первая и схватила меня за щеки, заставив посмотреть в свое лицо. Точнее, в мое лицо. К этому моменту мой взгляд кое-как сфокусировался, и я не удержалась от изумленного вздоха. Да, на это копия я. Те же пепельные волосы, свои от природы не крашены. Льдисты голубые глаза, губы, нос. Я бы подумала, что это моя сестра-близняшка, если бы на ней не было моего платья, макияжа и прически. «Е-мое!» Выдохнула я и мельком взглянула на темноволосую девушку, стоящую поодаль. «Вы кто такие?» Собственно, комната тоже была странной. Какое-то складское помещение. Лопаты, грабли, ведра, колбы на полках. Всякого разного тут хватало, а вот я тут была явно лишняя. О, наконец-то пришла в сознание. Хищно улыбнулась я. Ну, то есть не я, а незнакомка, как две капли воды, похожие на меня. «Ну, привет, как тебя зовут?» Я сглотнула, не зная, отвечать или нет. Но в итоге поняла, что от знания о моем имени ничего не изменится. К тому же, если буду честной, я, может быть, добьюсь честности от них. Поэтому представилась. «Агния Леденцова, а вы?» «Ивет Татильт». Называлась мой двойник и кивнула свою подругу. «А это моя, она не твоя соседка по комнате, Диарелла Амбрандт». «В каком смысле ныне твоя?» «Рада познакомиться». Кивнула я, все еще не решаясь вставать из-за слабости. «В силу мне еще могут понадобиться, чтобы сбежать от этих сумасшедших». «И кто вы такие?» «Студентки Ледяной Академии», — ответила Иветта. «Я никак не могла привыкнуть, чтобы буквально смотрела в свое отражение. И ты нужна нам, точнее мне». «Зачем?» «Видишь ли, какое дело?» Хмыкнула Иветта и хищно улыбнулась. «Родители хотят выдать меня за старого графа, за которого я совсем-совсем не хочу замуж. И спать с ним не планирую. Поэтому за него выйдешь ты». «Что?» «Нет, простите, не так». «Что?» Я рассмеялась, но смех получился странным. Даже не каркающим, а каким-то чужим. Иветта зловеще улыбнулась. Жутко видеть подобное выражение на своем лице. «Я не выйду за твоего жениха», — уверенно произнесла я. «Выйдешь». В таком же ключе ответила Иветта. «У тебя просто не будет выбора. Развеять заклятие без моей помощи ты не сможешь? Оно закольцовано на мне. Так что твой единственный шанс вернуться — это я. Тебе особо не о чем беспокоиться. Выйдешь замуж, подождешь, пока старик окочурится. А он настолько стар, что не заставит тебя долго ждать. Потом мы устроим похороны и вновь обменяемся обликами». «Отличный план. Подождите-ка. Обменяемся обликами?» Слабость постепенно отступала. И сейчас я приподнялась, чтобы сесть на верстаке, на котором лежала, и посмотрела на свои руки. Это же мои привычные руки. Вот даже френч мой, который я как раз делала к Новому году. Хотя... Подождите-ка. Мои пальцы словно стали покрываться иллюзией. И теперь я уже видела не их, а чужие руки. Они были крупнее, с веснушками. Ногти ухоженные, но без гель-лака. Я сглотнула, а Диарелла, до этого стоявшая в стороне, достала карманное зеркальце и подала мне. Я схватилась за него, как утопающий за соломинку. Сначала не поверила своим глазам, а потом... Тоже не поверила. Это бред. Мистика. Такого не бывает. Как человек рациональный, с математическим складом ума? Не верю. Обмена обликами не существует. Из зеркала на меня смотрела шатенка с карими глазами и россыпью веснушек, чуть вздернутым носиком и пухлыми губами. Передние зубы немного кривые, а уши непропорционально большие, хотя в целом Иветта была милой. Не Эсмеральда, покорительница сердец, но тоже ничего. Но мы с Иветой словно лед и пламень, причем лед это я. Ну, теперь веришь. Кмыкнула Иветта. Как вам это удалось? Очень древние заклинания, ответила Диарелла. Магия вымершего ледяного народа на не суть. Оно обменяло ваши облики с точностью до мелочей. Даже мать родная не отличит. Но вот с этим не согласна. Материнское сердце точно подскажет. Наверное. И раз ты уже убедилась, что теперь ты — это я, а я — это ты, давай сразу перейдем к сути. Вновь взяла слово Иветта. Ты подменишь меня здесь и сейчас. Моя свадьба с графом состоится в Серебряную ночь всего через три недели. Родители заберут меня, точнее тебя, сразу после Нового года для подготовки к церемонии. Ну а дальше живи как-нибудь. Репутация меня не особо волнует, поэтому делай, что хочешь. Твоё же тело. Так, я ни о чём не забыла. О совести, — хмыкнула я. С чего ты взяла, что я буду действовать по придуманному тобой плану? Я ведь могу пожить и в твоём облике. Вернусь домой, родители меня любят, поверят мне. Она ещё не поняла, — хмыкнула явно смышлённая Диарелла и встала напротив меня. Ты в другом мире. Ты просто не сможешь вернуться домой. Заклинание связало вас. Ты просто физически не сможешь преодолеть грань миров. Что? Кажется, этот вопрос возникает в моей голове слишком часто за последнее время. В другом мире? Мне потребовалось не меньше двух минут, чтобы всё осмыслить. Я в другом мире, в другом облике, и магия всё-таки существует. Полчаса назад сказал бы кто. Не поверила бы. Может, даже вступила бы в полемику или просто зло усмехнулась? Теперь, когда ты всё поняла окончательно, мы можем... Иветта осеклась, посмотрев на загоревшийся кулон на своей груди. Ох, мне пора. Наше время истекло. Диарелла, дорогая, полностью веряюсь тебе. Держи меня в курсе. Диарелла рассеянно кивнула, а Иветта, накинув шубку, выскочила за деревянную дверь прямо на мороз. Я растерянно уставилась на Диареллу. Девушка подала мне руку. «Идём, здесь холодно». И правда холодно. Теперь тело, которому возвращалась чувствительность, стало ощущать холод. Хотя вместе с тем кожу ещё жгло, видимо, из-за смены облика. Как я могла так влипнуть? Диарелла бросила мне тёплый меховой плащ с муфтой и сама приоделась, после чего вывела меня в зимнюю стужу. Я пыталась осмыслить происходящее, поэтому шла за Диареллой бездумно, следуя буквально шаг в шаг, смотря исключительно под ноги. И не заметила, как она резко остановилась, а я, впечатавшись в неё, поскользнулась на обледенелой дорожке. Муфточка взлетела вверх, а я начала падать на спину. И непременно бы упала, если бы меня не подхватили щиты руки. Облегчённо выдохнув, я подняла глаза на своего неожиданного спасителя. Ох, опять эти потрясающие глаза! Только теперь он был без маски, поэтому я смогла оценить всю красоту мужчины. Прямой нос, чувственные губы, острые скулы, густые ресницы сейчас были приопущены, ведь знакомый и незнакомец смотрел вниз на меня. «Владыка!» — воскликнула Диарелла и присела в реверансе. «Владыка!» — как только не поскользнулась. «Владыка!» — и она его так величает. «Так это всё не ролевая игра, а ведь и в это ещё что-то рассказывала о женихе Графе. Неужели я и правда в другом мире? Если я в другом мире, то этот незнакомец вполне себе может оказаться владыкой чего-нибудь. Пам-пам! Приехали, называется. «Я шутила с владыкой. Нет, не так. Я шутила над владыкой». «Ты?» — выдохнул мужчина и тут же выпустил меня, даже отступив на шаг. «Ой-ой-ой! Он меня ещё узнал». «Стоп! Не так! Ура! Он меня узнал! Узнал даже в другом теле!» «Только почему за лица? Из-за шуток? Или из-за заколки? Неужели не нашёл её?» Я обрадовалась и широко улыбнулась. «Сейчас кому-то не поздоровится. Надеюсь, не мне, а Диарелле, но кому-то точно. Если это владыка, то он вполне может решить проблему одной попаданки. Я ведь она, правда. А этих двоих студенточек наказать? Ну, и меня заодно тоже. За неуместные шутки, но с этим будем разбираться потом». Я уже хотела поведать, как крупно влипла и открыла рот, но ни звука произнести не удалось, будто рыба воды в рот набрала. «Это что ещё такое?» «Тоже какая-то магия?» «Владыка!» Вперёд вышел тот самый подчинённый, всё это время стоявший за спиной блондинчика, и подал тому заколку. Мою заколку. «Нашлась-таки. Тогда чего блондин за лица?» «Примерить?» «Нет», — мотнул головой владыка, бросив на меня спесивый взгляд. «Эта студентка в прошлом году уже пыталась проверить, её ли я истиной. И получила, разумеется, отрицательный ответ. Всё верно, студентка Тильд?» «Не узнал. Он меня не узнал. Я не Тильд, я Агния, Агния Леденцова. Услышите кто-нибудь меня?» «Но тщетно я лишь открывала и закрывала рот». «Что?» «Даже сказать нечего». Усмехнулся мужчина с потрясающими глазами. «Вас нет ни грамма стыда, студентка Тильд». «И совести. Совести в Ивете тоже нет. Убедилась на собственном опыте». Диарелла в этот момент старательно изображала сугроб, то есть стояла и не отсвечивала. «Вы кого-то ищете, владыка?» Когда взгляды обратились к ней, спросила «удруженька». Читай, удружила так удружила. «Не подруга же мне ее называть». «Ваши волосы?» «Да», — кивнул мужчина, будто они вели диалог о том, что понимали оба, но не понимала я. «Значит, вы ищете ее?» Обескураженно пробормотала Диарелла, и владыка вновь кивнул, при этом его кадык нервно дернулся. «Да о ком они говорят?» «Ничего из их речи непонятно». «Владыку его избранницу выбрали лордом Элизельда, а, как вы знаете, заколка Леди Льда — артефакт, который раскрывает внешность Леди после балла», — пояснил подручный. «Магия балла скрывает все лица, чтобы каждый в академии знал, кого именно чествовать, как Леди Льда, и в подарок оставляет заколку, которую она носит после балла». «Понятливо кивнула Диарелла». «Да, но Элизельда в этот раз обронила заколку», — произнес Владыка. «Не нужно найти ее. Позвольте примерить заколку на вас, студентка». «Я едва не присвистнула. Да они же меня ищут. И самое забавное, что я действительно обронила заколку, как золушка туфельку. Кто же знал, что моя шутка окажется пророческой?» «Я не она, но не против проверки», — произнесла удруженька. Заколку прицепили к волосам, но ничего не произошло. Владыка, в глазах которого мелькнула разочарование и кивнул, бросила на меня короткий презрительный взгляд и прошел мимо, унося с собой мою надежду. Диарелла подняла мою муфточку и схватила меня за руку, потащив к общежитию. «Почему я ничего не могла сказать? Ты заколдовал меня?» «Заклинание, благодаря которому вы обменялись обликами Севетты, защищает свою тайну. Лишь свидетель, то есть я, способен раскрыть правду. А я это, как ты понимаешь, не сделаю. Идем?» Мы вошли в двухэтажное здание. Вообще, до этого, судя по всему, мы шли по парку. Их надо было запоминать дорогу, а не предаваться размышлениям о случившемся. Стоит принять как факт, я в другом мире и под чужой личиной. Доказательства более чем убедительные. «И в этот тиль, Диарелла Амбрандт, где вы были?» Вышла в холл высокая женщина, чьи волосы были собраны в строгую прическу. «Почему так поздно?» Бал закончился еще час назад. «Мы гуляли, госпожа Роуз», отозвалась Диарелла, склонив голову. «Просим простить нас». «Ладно, на сегодня прощаю. Поторопитесь в свою комнату, девушки». «С удовольствием». Удруженька потащила меня вверх по лестнице на второй этаж. Свернув направо, она открыла третью по счету дверь под номером 36 и ввела меня в просторную светлую комнату. Паркетный пол, тяжелые шторы насыщенного цвета морской волны, нежно-голубые тканевые обои, немного мебели, симметрично расставленные по обе стороны. Достаточно широкие кровати, высокие шкафы и письменные столы со стульями. «Удобства на этаже, если тебе надо». Бросила мне Диарелла и прошла к своей кровати. «Не боишься, что сбегу?» «Куда ты сбежишь?» — мыкнула соседка. «Рассказать ты ничего не можешь, вернуться домой тоже. Тебе остается слепо следовать плану ИВТ». «Ладно, попробуем зайти с другой стороны. А тебе не противно следовать чьему-то плану безоговорочно? Ты ведь способна на большее. Не пытайся сыграть на мою гордость и не получится. Я знаю цену своей преданности, а ты ложись спать. Завтра последний учебный день перед зачетной неделей». «Зачетной?» «Ты ведь понимаешь, что я провалю все зачеты?» Просияла я. «И поставлю ИВТО». Диарелла плюхнулась на кровать и поджала ноги, скучающе взглянув на меня. «Не пытайся меня обмануть. По нити судьбы мы нашли девушку с сильным снежным даром, схожим по магии с нашим миром и учащуюся на четвертом последнем курсе, как и ИВТО. Так что у тебя есть и ледяная магия, и кое-какие знания. Даже если они и отличаются от тех, что преподают нам, то не сильно. Мы все продумали». Я хмыкнула. «Кажется, я действительно попала сюда случайно». «Подумали они. Вы забрали не ту девушку». Произнесла я и внимательно проследила за выражением леса Диарелла, сменяющимся с озадаченностью на настороженность. «Я учусь на четвертом курсе обычного университета в нашем мире, и в помине нет магии, так что отправьте меня домой. Выкуси». «Этого не может быть», – пробормотала соседка и поднялась на ноги. Протянув надо мной руку, она обошла меня. «Не может. Но ты действительно говоришь правду. Твой внутренний источник пуст. Как же такое возможно?» «Все способны совершать ошибки», – покровительственно произнесла я и вздохнула. «Что поделать бывает?» «Но я зла не держу, все понимаю. Просто отправьте меня домой и...» «Нет», – мотнула головой Диарелла. «Назад не получится. Мы специально ждали зимнего бала, чтобы подменить и в эту. На зимний бал съезжаются ледяные драконы со всего чертога». «Ледяные драконы?» – изумилась я. «Да, мы находимся в Дракмаре. Драконе империи, могущественнейшие в нашем мире. А конкретно в землях одного из сильнейших кланов – клана Снежных. Ледяные чертоги – самая отдалённая территория Дракмара». «Драконы?» – вновь глупо переспросила я. «Драконы, драконы. В твоем мире таких, видимо, нет?» – вздохнула Диарелла. «Это оборотни. Они принимают обличие огромных ящеров. Владыка тоже, кстати. Но речь не об этом. Я сбилась с мысли, не перебивая меня больше. Вспомнила. Сегодня в Академию съехались многие ледяные драконы и драконицы. Это традиция. Таким образом, они подыскивают тебе пару. Но не суть». Диарелла выглядела растерянной. «Сегодня ворота Академии были открыты и снята магическая защита от внешних порталов. Поэтому только в этот вечер, когда все так заняты, мы смогли провернуть подмену. Больше такого не получится. Да и в это уже далеко отсюда». «Ох, что ж ты наделала?» «Я наделала?» – возмутилась я. «Это вы во всем виноваты. Все из-за вас». «Не из-за нас, а из-за...» Девушка осеклась и, разозлившись, рявкнула. «Неважно, иди спать. Утро вечера мудренее». Сама у друженька отправилась спать без особых проблем. Просто прошла кровать и стянула покрывало, и улеглась под одеяло. «Отлично. Просто замечательно. Вот это я попала, так попала». Глава третья. «Но спать я не отправилась, как было велено. Разве после такого заснешь? Я в другом мире, под личиной, по чьей-то нелепой ошибке. А как же мои родители? Они ведь подумают, что я пропала, будут переживать. Зато Костик будет рад. Избавился от невесты, так сказать. Найдя в шкафу полотенце, я взяла одно и выскочила из комнаты, отправившись на поиски ванной. Уж не знаю, как меня не рассекретят остальные. Ясно ведь, что память отшибла. Но буду валить все на Диарелло. Хотя вести себя слишком вызывающе не стоит. Кто знает, вдруг мне удастся переманить Диарелло на свою сторону и выбраться из этого кошмара. Когда заходила в ванную, ожидала увидеть все, что угодно. Даже ночной горшок и таз на табуретке. Но в итоге была приятно удивлена. Водопровод. Правда, не такой современный, как в моем мире. Эдакий фэнтезийный аналог. Но лучше, чем я ожидала. Подойдя к раквине, открутила вентиль, перекинула полотенце через плечо и плеснула несколько раз в лицо водой. А потом, набравшись храбрости, взглянула в зеркало. Эх, все та же веснушечная девушка вместо привычной меня. Неужели я и правда влипла в фэнтезийную сказку, подобно мухе в паутину? Причем, судя по всему, с ужасным старым женихом мне еще предстоит не только встретиться, но и спать, ожидая его кончины. Жуть. А если забеременею? У мужчин-то с репродуктивной функцией едва ли не до смертного адра все ого-го. Ох, нет, я на такое не согласна. Будем продумывать план действий. Никаких стариков-мужей, никаких изменщиков-женихов и никаких красавцев с ледяным взглядом и точка. Значит, максимально узнаем информацию об этом мире и сваливаем домой. Быть может, девушки меня обманули в чем-то? Все нужно проверить. А пока учимся выживанию. Постояв в ванной комнате где-то с полчаса, воспроизводя в голове последние события, я все-таки решила вернуться в комнату и отдохнуть перед завтрашним днем, который наверняка не будет легким. Но едва вышла, как услышала чьи-то шаги и голос, принадлежавший, кажется, госпоже Роуз. «Ректор, айсо, предупредили о случившемся?» Я выглянула ненадолго, чтобы посмотреть на говоривших. Мадам Роуз стояла рядом с носилками, которые держали двое крепких мужчин. «Магистер Тайри уже спешит сюда», — ответил один из тех, кто нес носилки. У меня была выгодная позиция. Меня скрывала тень, отбрасываемая дверью в ванной комнате. Отсюда я могла увидеть даже то, что лежало на носилках, светловолосая девушка с голубой, покрытой ним кожей. Что с ней случилось? «А владыка?» Тем временем продолжила допытываться госпожа Роуз. Ответить ей не успели. В этот момент пространство рядом с ними подернулось дымкой и распахнулось нечто вроде светло-голубой воронки, из которой вышел владыка. Вот его не было, и он уже тут. «Амбалдеть!» «Это портал?» Все одновременно склонили голову, а владыка огляделся. Я тут же юркнула в ванную, чтобы меня случайно не заметили. В коридоре продолжалось какое-то действие, теперь мне уже невидимое. «Что с ней?» Спросила шепотом излишне любопытная костелянша, что сейчас мне только на руку. Самой ведь жутко интересно, что случилось с этой девушкой. Если это что-то опасное, то не грозит ли это опасности мне? «Не знаю», — глухо ответил владыка, словно для него самого удивительно что-то не знать. «Это снежная магия, но древняя, очень древняя». «Какой-то жуткий ритуал?» «Студент или кто-то из преподавателей?» продолжила размышлять слуг госпожа Роуз. «Быть может, кто-то из гостей сегодняшнего бала?» «Все может быть, госпожа Роуз», — откликнулся новый женский голос. «Ректоресса», — поприветствовал ее владыка. «Лайт», — в тон ему отозвалась новоприбывшая. «Лайт — это имя владыки? Интересно, почему она единственная, кто назвал его по имени?» «За девушкой скоро приедут родители». «Госпожа Роуз, вы можете идти». «От меня точно ничего больше не требуется?» «Ох, ну ладно, бедное дитя, бедное». «Ох уж этот бал, давно пора упразднить эти традиции». «Ишь ты, впустили на территорию незнамо кого». Госпожа Роуз удалилась, продолжая причитать. «Что думаешь, Лайт?» «Пока боюсь делать какие-либо выводы. Заберу девушку в лазарет, под присмотр придворного целителя». «Арисси, проверь, никто из студентов не заходил в запретную секцию. Быть может, один из снежных магов получил доступ к древнему ритуалу, выбрав жертву эту девушку». «Сделаю». Согласилась Рикторесса. «Она... мертва?» «Пока в стазисе. Возможно, ее еще удастся спасти. Я чувствую дыхание жизни, но угасающее. Целители дадут более подробный ответ». «Ужасно». Выдохнула Ариссия. «При мне в академии не случалось ничего подобного». «Все когда-то бывает в первый раз». Пожал плечами владыка. Повисло молчание, раздались чьи-то тихие шаги, и когда все стихло, я решилась выглянуть. Насилок с девушкой уже не было, как и мужчин, державших их. В коридоре обнаружились только Рикторесса и владыка. Последний задумчивый тер подбородок, а вот магистр Тайри, если я правильно запомнила ее имя, подалась вперед. Ее пальцы коснулись запястья Лайда, но тот быстро отстранился. «До завтра, леди Тайри». Его слова прозвучали отстраненно. Девушка склонила голову и, наскоро попрощавшись, направилась вниз. Я вновь спряталась, ожидая, когда услышу шаги владыки, но они все никак не раздавались. «Быть может, он уже ушел?» Просто походка бесшумная или порталом. Осторожно вышла из-за двери и тут же угодила прямо в руки мужчины. «Ты что ж такое?» Слишком часто я с ним сталкиваюсь за этот безумный вечер. «Опять ты?» «Был солидарен со мной его снежность». «Много услышала». «Достаточно». Не стала лгать. «Прекрасно». Кивнул мужчина и щелкнул пальцами. По ним заискрилась ледяная магия. «Убивать будете?» «Как ненужного свидетеля?» Вздрогнула я. «Убивать?» Изумился дракон и прошелся по моему лицу пристальным взглядом. «Хотелось бы, но нельзя, иначе нарушу недавно установившийся мир с дартанией. Всего лишь возьму клятву». Охватив мое запястье рукой, он заставил меня проделать то же самое с его рукой, после чего зашептал слова на незнакомом языке. Местный язык был мне понятен, словно родной, а этот чужой. Интересно, почему? «Надо спросить у Диареллы». «Теперь поклянись». «Клянусь», – брякнула я, завороженно глядя в глаза цвета расплавленного серебра. Магия погасла, а ладонь жутко защипала. Кажется, это почувствовал и мужчина, поэтому резко перевернул мою ладонь и вгляделся в кожу. Ощущения были такие острые, будто порезалась. Но вот смотрю, все чисто, ничего необычного. Владыка поднял на меня пытливый взгляд. «Если ты опять что-то задумала...» «Ничего подобного!» – воскликнула я и отобрала руку. Владыка отступил. Он собирался уйти, как внезапно обернулся ко мне, словно в чем-то засомневался. Просканировав меня еще одним задумчивым взглядом, он мотнул головой, открыл портал и удалился. Я же смогла выдохнуть и взглянуть на ладонь, но нужно было смотреть выше, на запястье. На нем сияла едва заметная серебряная татуировка, состоящая из двух завитков. Ух, магический мир. Надо к этому как-то привыкать. А теперь спать, спать, спать. Слишком насыщенным выдался вечер. Лайт снежный, владыка льда. Невозможный день. Я вышел из портала и направился по коридору Зимнего дворца в Ледяных чертогах, самых отдаленных землях Дракмара. Когда-то кланы драконов, в том числе Ледяные, жили обособленно. Но время и история заставили нас объединиться в одну империю, чтобы дать отпор врагам. Все началось с балла. Зимний бал в Ледяной Академии – традиция, которая имела вполне практическое значение. Молодые драконы и драконицы со всего чертога прилетали в Академию в надежде встретить истинную пару. Я же прибыл туда не за этим. И обрести пару точно не планировал. Но судьба решила иначе. Дерзкая девчонка посмела бросить в меня искру. Особую магию зимнего балла, которая может подсказать избранника или избранницу. Быстрее инстинктов. Как говорят в народе, искра топит лед и согревает сердца истинных. Обычно искрами не разбрасываются в случайных прохожих. Лишь когда хотят проверить догадку, поэтому меня так возмутило поведение незнакомки. Подумал, неужели узнала во мне владыку и питала надежду стать моей женой. Но когда она указала мне на белые волосы, я сжал кулаки, отвернувшись к окну, за которым разгоралась вьюга. Ледяные драконы отличаются от остальных представителей нашей расы. Мы скованы в выражении своих чувств, поэтому природа наделила нас особым даром. Когда мы встречаем свою истинную пару и закрепляем связь через ритуал или искры, волосы становятся белоснежными. Я был уверен, что она жульничала. Не зря ж так уверенно направляла меня искру в самое сердце. Точно все спланировала. Как в прошлом году эта мелкая мошенница. И в этот-то тильд. Я вышел на балкон в своем дворце, вдохнув морозный воздух полной грудью. Я любил холод. Снежинки кружились, опадая в своем неведомом танце. И во вьюге мне чудилось лицо незнакомки с дерзкой улыбкой. А если все по-настоящему, я встретил свою пару, тут же ее потеряв. Она сбежала, выбросив по пути даже заколку, словно в насмешку, мол, найди меня, я жду. Она захотела поиграть. Найду. Да прошу ей. Дальше фантазия подкидывала самые неприличные образы, хотя я даже не помнил внешность незнакомки. Подумалось, что только студентка способна на такое самосбродство. Но среди студенток ее не было. Одна из гостей сегодняшнего бала. Впрочем, все это блекнет и меркнет по сравнению с тем, что случилось позже. В академическом парке на снегу была найдена девушка, абсолютно замороженная. Даже кожа покрылась инием. На такое способен только очень сильный ледяной маг. Заморозить со злостью, уколов льдом самое сердце. Но не в этом случае. Точнее, не в случае с той, что сама была воплощением снежной магии. Она бы не замерзла от магии другого снежного мага. Дала бы отпор. Здесь же не было даже следов насильственных действий. Кто-то провел ритуал. Возможно. Это мне следует выяснить. Видимо, придется отложить поиск незнакомки до праздничной недели и задержаться в академии. Жаль, что там находятся две леди, с которыми я не желал бы встречаться. Первая Ариси Тари, ледяная драконица. А вот вторая... Я поморщился, словно от зубной боли. А ведь она подслушивала. Эта маленькая дрянь подслушивала, что меня даже не удивило. Впрочем, она меньше из проблем. Нужно остановиться на незаконных ритуалах. В этот момент поступил ментальный запрос. Замерев, я сосредоточился и позволил пропустить в свое сознание содержательное сообщение от Рикторессы. Ты был прав. Тайное хранилище знаний проникали. На взломанной защите остались отпечатки магии одной хорошо известной тебе студентки. В голове всплыл ненавистный образ. И вот-то тильт, конечно. Жал зубы. Хотелось отправиться к ней, вскрыть ментально и узнать все здесь и сейчас. Но после ментального вмешательства, велик риск уничтожить ее разум. Придется действовать иначе. Внезапно вспомнилось, как сегодня брал у нее клятву. Взглянул на ладонь лишь на мгновение. На короткое мгновение мне почудилась боль. Как от брачного ритуала. Глупости, конечно. Но от тильт можно ожидать все что угодно. Что же ты задумала, дрянная девчонка? Глава четвертая О мой бог, сколько я вчера выпила. Голова жутко раскалывалась, в висках трещала. Вспомнив вчерашний сон, я улыбнулась, не открывая глаз, и уткнулась в подушку. Ммм, а тут со взглядом льдистых глаз. Ничего такой. Эй, долго лежать будешь? Резко подскочила, распахнув веки и устаившись на диареллу. Не сон. Это все не сон. Это жуткая, ужасная реальность. И у владыки не просто льдистые глаза, а леденящий душевзгляд. Дай-ка догадаюсь. Ты подумала, что вчерашний сон? Надеялась. Пробормотала я. Спешу тебя разочаровать. Широко улыбнулась удруженька. Прежде чем ты пойдешь умываться, нужно обсудить пару моментов. Мы с тобой однокурсницы и лучшие подруги. Я зову тебя Ив, а ты меня Диа. Ты ужасающая, бескомпромиссная и очень-очень сильная магиня. Даже сравнишься по магии с драконами. Поэтому ты не просишь прощения, не отвлекаешься по пустякам, не помогаешь серым и убогим, коих в этой академии, конечно, мало, но есть. Ты меня поняла? Кивнула. Мне не поверили. Кивнула еще раз для пущей убедительности, согласилась слух. Поняла. Ивета Тильт – стерва. Не понимаю. Ты-то с ней почему дружишь? Привычка. Слишком быстро, будто заготовленная ложь, ответила Диа. Мы вместе с детства. Не суди ее строго. Ив не повезло с родителями. А теперь идем умываться. Ты, главное, разговаривай поменьше, поняла? Вновь кивнула, взяла полотенце и задала еще один вопрос. А они не догадаются, что я не она? Причудом Ив давно все привыкли. Мы вышли в коридор, поэтому соседка понизила голос и продолжила уже в другом тоне. Особенно к смене твоего настроения. Ясно. Ивета – местный тиран. Ну, чудесно. Просто прекрасно. И как выпутываться из всего этого? Однако в коридоре девушки были улыбчивы и дружелюбны, по крайней мере, внешне. Неужели Ивета их настолько запугала? Завершив утреннее омовение, мы вернулись в комнату. Боль в голове еще не до конца утихла. И маленькие молоточки продолжали бить по вискам. Но это было терпимо. Поскорее бы заклятие устаканилось. «Одевайся», – скомандовала Диа, махнув рукой в сторону шкафа. «Выбери что-нибудь оттуда. Все равно поверх платья все студентки должны носить форменные серебряные мантии, шляпки и туфельки. Их ты сразу увидишь». Увидела. Элегантно, что сказать. Эдакие студентки из Шармбаттона. Платье я выбрала персикового цвета. Дощикал так. Со струящейся юбкой и глухим воротом. «Что мне стоит надеть чужую одежду, когда я ношу чужое обличье?» «А владыка-то кто?» Спросила, пока переодевалась. «Владыка – глава клана Ледяных Драконов. Повелитель льда и властитель ледяного чертога. Лайт Снежный». «Слишком много льда, определенно». «Мы в Академии на его землях. Лучшей Академии мира по подготовке снежных магов. Здесь учатся самые одаренные». Диа осмотрела меня беглым презрительным взглядом. «По крайней мере, так было до недавнего времени». «Вот как». Пробормотала я, вспомнив, как дерзила владыки на балу. Что-то про блысенье рассказывала. «А что с его волосами?» «О, и это самое удивительное». Глаза Диы загорелись, но в этот момент она взглянула на медальон. Похоже, я видела вчера у Иветты. Что-то вроде напоминалки или таймера. «Идем, пора спешить. И прошу, отзывайся на Иветту. Ах да, и вот это». Диа достала из наплечной сумки еще один такой кулон. «Надень. Хрономорф. Он будет напоминать тебе о начале занятий, экзаменов, завтрака и прочим. Умная штука. И сумку с ученическими принадлежностями не забудь. Ив». Я перекинула бирюзовую сумку через плечо и поспешила за Диа, зажимая в руке кулон. Значит, с его действием я не ошиблась. Уже хорошо. Надев, я повертела его туда-сюда. Достаточно большой, оплетенный бронзовой нитью камень, меняющий цвет при напоминании о чем-то, сейчас был сероватым и блеклым. Спустившись на первый этаж, мы пересекли холл и вышли из здания общежития. Теперь при свете зимнего солнца и в более-менее адекватном состоянии я смогла как следует рассмотреть место своего пребывания. Территория Академии впечатляла. Перед нами раскинулся парк с хвойными деревьями, узкими и широкими ручейками, гравийных дорожек и уютными скамеечками. Справа от нас, за грядой деревьев, выселось здание Академии, из которого я вчера и выбежала на мороз. Сегодня я подобной ошибки не совершила, хутаясь в выданный мне утепленный плащ и согревая руки в белой муфточке. «Поспеши!» — окликнула меня Диа, заметив, что я застыла на крыльце. Я не стала злить свою провожатую и единственный источник информации в этом мире. Поэтому послушалась, быстро преодолев ступеньки. Когда мы проходили мимо леса, мне припомнилась наша вторая встреча с леденящим взглядом. «Сегодня последний учебный день», — начала быстро говорить Диа, спеша в Академию. «На занятиях возможны контрольные тесты, но ничего, если завалишь. Граф Арукский все равно планировал забрать свою жену из Академии. Все знают о том, что ты выходишь замуж за человека, который намного старше тебя, поэтому воспримут отсутствие знаний как бунт». «Завалить не проблема. Но что насчет практики? Во мне ведь нет магии. Профессора ничего не заподозрят». «Магистры», — машинально поправила меня Диа и нахмурилась. «Я подумаю, что с этим делать». Мы забежали в здание Академии и, сдав верхнюю одежду в гардероб, поспешили в столовую. Я с интересом оглядывалась по сторонам. Вчера я была слишком потрясена, чтобы уделить должное внимание изотчеству, но сегодня просто восхищалась лепниной, фресками, балюстрадой. Мимо проходили студенты, девушки в элегантных мантиях и шляпках, и парни тоже в мантиях, но более грубого и мешковатого кроя с капюшонами. Многие здоровались со мной и Диареллой, но скорее дежурной, чем по-настоящему тепло. Столовая оказалась просторной, со множеством прямоугольных тяжелых столов из светлого дерева и мягких стульев с высокими спинками, половина из которых уже была занята. Студенты что-то бурно обсуждали. На их лицах считался неподдельный интерес. Соседка тоже заметила это и нахмурилась. Что-то не так? Наверное, все так. Вчера же был зимний бал. Многим есть что обсудить. А тебя на балу не было? Спросила я невзначай, пока мы подходили к прилавку с раздачей. Вообще-то ритуал проводили, тебя искали. Понизив голос, произнесла Диа и всучила мне в руки под нос. Я поставила его на прилавок, пробегаясь взглядом по контейнерам с едой. Что-то смутно знакомое здесь было, например, вон то пюре. Но от созерцания еды отвлеклась на повариху. Даже моргнула, увидев перед собой женщину-карлика с густыми рыжими волосами и огромной розинкой над правой бровью. Все бы ничего. А что-то мне подсказывало, что передо мной гном. Точнее, ммм, гномиха? Гномка? Гномесса? Гномица? Чего тебе? Гаркнула женщина. Кажется, она единственная, кто не боялся Иветты. Как обычно, произнесла я, надеясь, что тут очень хорошо знает ежедневный рацион Иветты Тильт. Как оказалось, знает. Мне положили гору всякого разного мясного, чему я расстроилась. Я больше люблю зелень, салатики, да даже макарошки. Но дареному коню в зубы не смотрят. Кстати, вы сегодня чудесно выглядите. Просияла я и решила поступить, как любая попаданка, то есть начать переманивать на свою сторону людей. Или гномов, не суть важна. На контрасте с белым колпаком ваш природный цвет волос еще ярче. «Я окрашенная», — огорошила мне повариха. «Иди давай». Дважды повторять не пришлось. Я подхватила наполненный поднос и поспешила за соседкой. Едва мы сели за стол, к нам присоединилась незнакомая ржеволосая девушка с двумя косами, и кокетливо сдвинутой влево шляпкой. Она широко улыбнулась, выставив на показ два больших передних зуба. Решив, что разглядывать ее неприлично, я взяла в руки стакан сока. «Ну?» — посмотрела девушка на меня в упор. «Признавайся, это ведь ты, леди льда». От неожиданности я подавилась соком и разбрызгала его надея. Девушка поморщилась, взяла со стола салфетку и нарочито, медленно вытерла лицо. Незнакомка придвинулась ко мне ближе. «Неужели и правда ты?» «Так и знала. Ты ведь чего в прошлом году, говорят, прыгнула в постель к владыке, чтобы его охмурить, а в этом году у тебя получилось стать его истиной». «Истиной?» «Что за бред ты несешь, мисси?» — закатила глаза Диарелла. «Но вчера вообще бойкотировали зимний бал, не явившись на него, а провели время в саду в приятной компании». «М-м-м, вы с в этом, может, так и поступили. А вот я действительно была на балу. И, увы, с владыкой танцевала именно я. Но истинная? Что это вообще значит?» «Никого в Академии с таким именем нет». «Скорее всего», — вздохнула рыжеволосая и подперла подбородок кулаком. «Но верить в сказке так хочется. Она ведь может стать владычицей льда». «Кем-кем?» — я вновь поперхнулась, поймав странный взгляд Диа. «Мисси, за этим столом повысился градус глупости. Брись отсюда!» — жестко произнесла соседка, и Мисси, поморщившись, быстренько ушла. «Ифа, скажи-ка мне, не могла ли это быть ты на балу?» Я призадумалась. «Что мне ответить?» «Если отвечу согласием и каким-то чудом Диарелла мне поверят, то не захотят ли они от меня избавиться? Ведь легче будет меня убить, чтобы об их поступке никто не узнал. Пока я не могу доверять Диарелле, но нужна любыми способами переманить ее на свою сторону, причем внезапная лесть на нее не подействует, раскусит. Значит, нужно медленно, очень медленно завоевывать ее доверие, чтобы она захотела помочь мне». «Я?» — изумилась почти натурально. «Каким образом? Что бы я там делала?» Удруженька просканировала меня задумчивым взглядом, но, кажется, поверила. «Диарелла, а скажи-ка мне, что значит истинное?» — копирует он соседке, спросила я. Не совсем поняла путанную речь этой миссии. «У драконов есть истинные», — немного подумав, ответила Диарелла. «Это идеально подходящие пары, этакие половинки единого целого, если пожелаешь. Их может быть несколько за всю жизнь, а может быть только одна, поэтому драконы ими жуть как дрожат». «Вот как!» — задумчиво произнесла я. «Значит, владыка, ледяной дракон, и он встретил истину, и поэтому его волосы побелели, так?» «Так-так. А если истинных, может быть, несколько? Неужели драконы создают гаремы?» «Гаремы?» — изумилась Диа и покраснела. «Что у тебя за мир такой?» «Разумеется, нет! Дракон выбирает лишь одну и связывает с ней свою жизнь». «Логично». «А ты дракон?» «Я человек», — с паузой ответила соседка. «Подданная Дартане очень сильный маг. Дартане, соседнее королевство, опережает твой вопрос». «Спасибо за краткий экскурс. А как драконы понимают, что встретили свою половинку?» «Ты задаешь слишком много вопросов». «Конечно, для меня ведь здесь все незнакомо и ново», — парировала я. «Брось, никому до нас нет никакого дела. Все увлечены разгадкой ребуса под названием «Золушка». Это было правдой. Вокруг стоял шум. Все бурно обсуждали вчерашний бал, и в частности, лорда и леди льда. Но Диарелла увлеклась едой, не желая продолжать разговор. Я вяло поковыряла с вилкой в тарелке, съела пару кусочков сочного мяса, запила соком, а потом все-таки решила вернуться к разговору, только задать уже другой вопрос. «А как выбирают лорда и леди льда?» «Магия выбирает самую крепкую, идеально подходящую друг другу пару». «Обалдеть!» «Трижды!» «Это я идеально подхожу его с нежности?» «Ничего себе!» Едва вслух не присвистнула. Хотя магия, наверное, ошиблась. Или все дело в тех искорках, что витали над залом. Наверняка в них. Не зря же его снежность... Ох, понравился мне выдуманный титул. Разозлился на балу. Или разозлился, что именно я его идеальная пара? Может, как-то намекнуть, чтобы он надел на меня ту заколку? Ведь это рассекретит меня, а значит, натолкнет мужчину на мысль о подмене. Вот только я помнила его вчерашнюю реакцию в лесу. Он не собирался примерять заколку и выйти. «Возник вопрос. Нужно озвучить. А что сделала я, что владыка не захотела примерять на меня заколку?» Удруженька неопределенно пожала плечами, словно не решалась рассказывать. «Так, очень интересно. И что такого натворила и в это, что мне теперь расхлебывать?» В тот момент, когда Диарелла уже открыла рот, сзади раздался шум. Мы обе одновременно повернули головы. Два студента гнались друг за другом, причем последний летел с морозным шаром в руках. «Стой, Ирвик! Убью мерзавца!» Студенты загомонили, бросились в рассыпную. Первый шар полетел и ударился в стену, которая словно впитала в себя магию. Я шумно выдохнула, а соседка хищно улыбнулась. «У меня есть план!» – произнесла она. «Вставай!» Что-то мне не хочется. Там началась какая-то магическая заварушка, поэтому лучше бы быть отсюда подальше. Но Диа поднялась сама и, дернув меня за руку, подняла и меня. Мы побежали вперед. Казалось, словно мы уходим от драки, но в решающий момент Диарелла споткнулась, задела меня, а я полетела прямо на стремительно приближающийся черный шар с ледяной сердцевиной. «Мамочки, я жить хочу!» Шар вошел мне точно в грудь. Дыхание сперло. Я схватилась за горло, пытаясь вдохнуть. Студенты повскакивали со своих мест, поднялся еще больше гомон. Дуэлянты, позабыв об обоюдной обиде, бросились ко мне, а я... Я начала заваливаться назад. «Что здесь происходит?» Прозвучал очень знакомый голос сбоку, и чьи-то сильные руки подхватили меня. В этот момент как-то сразу стало легче дышать. «Ура!» «Я спасена!» «Или нет?» Глава пятая. Леденящие душу глаза смотрели прямо на меня, причем смотрели с неприязнью. Потом этот взгляд сместился на мужские руки, покоящиеся на моей талии. Ладно-ладно, одна рука покоилась несколько выше, под грудью. И льда во взгляде стала еще больше. Я бы сказала, он смешался со сталью. Острок колющий. Лица своего спасителя я так и не видела. «Я спросил, что здесь происходит?» С нажимом произнес владыка. Студенты как-то разом притихли. «А почему никто не спросит его о Золушке?» «Может быть интересна его версия событий». «Это я виноват». Вперед вышел темноволосый парень с седой прядью в волосах. Я устроил дуэль в столовой, не поставив щит. «Я тоже виноват». Вперед вышел тот, кого назвали Ирвигом. «Я принял бой, не убедившись в безопасности окружающих». «Вы двое», — крик Таресси. «Объясните все это ей». Отдал указания владыка и вновь посмотрел на меня. А потом на руки, покоящиеся на моей талии, даже чуть выше. Мне же тоже надо посмотреть на них. Точнее, не на них, а на их обладателя. Попыталась развернуться в кольце рук, но мне не дал обладатель этих самых рук, прошептав своим невероятно завораживающим голосом. «Стой смирно. Сейчас я сдерживаю ледяную иглу, пробирающуюся к твоему сердцу». Тем временем его снежность подошел ко мне и дотронулся до груди. Руки на талии тут же разжались. Но против них я не была, а вот против откровенных домогательств владыки — да. Однако вскоре я поняла, что трогал он меня не просто так. Опять какая-то магия. От его ладони пошел холод, замораживая буквально все мое тело. Спустя пару секунд я уже не могла пошевелиться, даже на ногах не устояла. Упала бы, если бы владыка меня не подхватил. «Спасибо, Скайн». Поблагодарил его снежность того, кто спас меня. Я всего лишь оказался рядом. Ледяной дракон не особо церемоний с моим телом открыл портал и шагнул в него со мной на руках. Вышли мы, судя по обстановке, в лазарете. К нам поспешила женщина в чипце. «Неужели еще одна обмороженная девушка?» «Нет, госпожа Лайфри. Это всего лишь студентка, пострадавшая от ледяной иглы. Но не волнуйтесь, игла не добралась до сердца». Один из студентов остановил ее. «Слава богам!» Выдохнула госпожа Лайфри. «А то у меня как раз закончилось зелье, львоведение из вечного сна. Эти студенты-владыка постоянно используют ледяные иглы, а остановить их не успевают. Ох уж это заклинание! Оно одно из немногих, которое разрешено в стенах академии и одновременно способно нанести вред снежному магу. В итоге в лазарете пачками лежат бездумные озорники». «Вы ведь знаете, изначально ледяные иглы использовались для стабилизации состояния больного. Поэтому они относятся к лечебным, а не к атакующим». Словно воправдание произнес дракон. «Знаю, знаю», — проворчал госпожа Лайфри. «Положите девушку на кушетку». Его с нежностью так и поступил, поэтому я лишилась теплых объятий мужчины, оказавшись на прохладной кровати. Вот вроде ледяной дракон, а руки горячие, и в них удивительно тепло. Я скосила взгляд на его снежность. Мужчина смотрел на меня задумчиво, настороженно, словно пытался прочесть. И все-таки в глубине его глаз плескалась неприязнь. «Что же между ним и Эветта произошло?» «О каком соблазнении?» — говорила Миссия. «Доктор» — или их тут называют «силителями». Осмотрела меня, провела руками над моим телом, потом, найдя источник дискомфорта, разместила вокруг него все пять пальцев. Вторую руку положила мне на лоб, и что-то зашептала. Холод начал отступать, а уже спустя минуту я облегченно вздохнула и пошевелила руками. Госпожа Лайфри еще раз просканировала меня магией и нахмурилась. «Странно». «Что странного?» — спросил владыка, насторожившись. «Кажется, он постоянно ожидает от Эветты какой-то пудлости. Впрочем, у меня была бы такая же реакция. Тут я его винить не могу». «Ее источник пуст», — произнесла доктор и взглянула на его снежность. «Магии в ней нет. Должно быть последствия снежной иглы. Деточка, ты еще под какие-нибудь чары в последнее время попадала?» «Хотелось воскликнуть «Да, да, да!» Но вместо этого я лишь открыла рот, даже кивнуть не могла. Запрет действует, поэтому пришлось отрицательно мотнуть головой. «Значит, последствия снежной иглы. Возможно, это индивидуальная непереносимость. Твоя магия сплела защиту, не жалея резерва». «Да-да, логичное оправдание. Вот только владыка молчал с подозрением, глядя на меня. Если кто и поверил в эту версию, то точно не он. А я что? Я вообще тут ни при чем. Это все и в это, с Диареллой». «Ах да, он-то думает, что это я и в это. Напомни-ка свое имя, деточка. Я впишу тебе магаотвод от практических занятий. В таком состоянии ты магичить не сможешь как минимум неделю, а то и две». «Спасибо», — выдавил я. «Мое имя Иветта Тильт». Госпожа Лайф рекивнула, а потом удалилась, видимо, в свой кабинет, оставив меня на растерзание одного владыки, который сканировал меня подозрительным взглядом. «Тебе удалось провести магистра Лайфри, но не меня. Твой резерв ведь пуст из-за того, что ты проводила сложный энергозатратный ритуал, не так ли?» «Не понимаю, о чем вы». «Не лги мне, девчонка», — рыкнул повелитель, наклонившись ко мне и сверкнув своими потрясающими льдистыми глазами. «Я знаю, что ты была в запретной секции. И знаю, какую книгу брала». «Неужели знает?» «Если Иветта была там, то нашла там книгу с ритуалом, которую провела для обмена обликами. Если повелитель обо всем догадался, то знал бы, что я — это не она. Значит, он блефует». «Вы не можете этого знать». Выдохнула ему в губы с вызовом. «Вы блефуете». Он даже не стал отрицать, лишь желваки захозили на мужественном лице. «Если я пойму, что ты причастна к смерти той девушки, поверь, ты пожалеешь, что вообще оказалась в ледяных чертогах». «Да я уже жалею». «Хотя, подождите-ка. Та девушка умерла?» Дракон колебался с ответом, внимательно следя за моей мимикой. «Он ведь правитель. Привык читать по лицам, поэтому и сейчас жадно впитывает мою реакцию». «Пока нет, но она может угаснуть в любую минуту. Поэтому молись, чтобы она выжила». Его снежность развернулся и направился к выходу. Я же с замиранием сердца глядела ему вслед. «И так начался мой первый день в чужом мире?» «Ох, а ведь сейчас только утро. Что ж будет дальше?» «Вот, держи». Магистр Лайфри вернувшись, протянул мне какую-то бумагу. «Магат, вот, покажешь преподавателям на практических занятиях. Правда, это не панацея. После возвращения магии все предметы придется пересдать». «Спасибо большое. Я могу идти?» Целительница кивнула, а я направилась к выходу. Выскочив за дверь, я тут же столкнулась с удруженькой, которая подхватила мне под локоть и потянула по коридору. «Ты ведь специально это подстроила, чтобы была причина, по которой мой источник пуст?» «Да», — не стала отрицать девушка. «Умно я придумала, правда?» «И два этих несносных дракона так вовремя под руку попались. А теперь идем, нас ждет следующая лекция». «Постой, я хотела тебе кое-что рассказать». Остановила я удруженьку. «Неужели у тебя есть ответы вместо вопросов? Удивительно», — едко прокомментировала она. Я проигнорировала ее слова, вместо этого закатала рукав мантии и обнажила внутреннюю сторону запястья, на котором были два звитка магической клятвы. Увидев их, Диа подняла на меня возмущенно удивленный взгляд. «Ты когда успела магическую клятву кому-то принести?» Я хотела ответить, но открыла и закрыла рот. «Кажется, опять магия. Клятва не дает мне произнести имя владыки, да даже его статус». «Ох, понятно», — потеряв виски, произнесла Диа. «Ты ходячая катастрофа. Как все могло пойти наперекосяк?» «Ой, неважно, идем уже». «Постой, еще один вопрос. Скажи, а можно ли как-то влезть в голову к человеку и узнать, говорит ли он правду?» «Можно», — согласно кивнула Диарелла, спеша по коридору. «Ментально взломать разум. Мозг в большинстве случаев окажется в кашу, но в итоге магу удастся узнать все, абсолютно все. Рискнешь предоставить кому-то свой мозг безраздельное пользование?» «Нет, пожалуй, откажусь. Значит, вести себя неадекватно — не вариант. Владыка относится ко мне с предубеждением, так что если как-то захочу выбиться из образа и в это нестандартно сдадут психушку, в лучшем случае, а в худшем — сломают мозг». Бррр. Хрономорф мигал желтым цветом, подгоняя нас на лекцию. Пока шли, я разглядывала праздничные украшенные коридоры Академии. Над потолком висели светящиеся восьмиугольные звезды. По стенам был развешен местный аналог мишуры, а на окна нанесены различные снежные узоры с неизвестными мне персонажами и сюжетами, видимо, местного фольклора. За стеклом чинно ступала зима. Ни ветерка, ни снега, лишь неподвижные хвойные деревья, укутанные белыми шапками. Мы вошли в аудиторию, когда хрономорф сменил свой цвет с оранжевого на красный. Успели в последнюю минуту. А вот преподавателей за кафедрой не оказалось. Мы заняли место посредине и начали доставать письменные принадлежности. Сначала я боялась, что здесь будут чернила и перо. Но все оказалось лучше. Перевая ручка, что существенно должно облегчить мне жизнь. Но смогу ли я писать на местном языке? Вы слышали? В аудиторию вбежал запахавшаяся миссия. Это невероятно! Что невероятно, миссия? Скучающим тоном спросил Ирвик. Тот самый, из-за которого меня угодила ледяная стрела. Кстати, никто из присутствующих даже не полюбопытствовал о моем самочувствии. Я невзначай огляделась, найдя на последних рядах того, кто спас меня. Кажется, владыка назвала его Скайном. Высокий юноша с короткими темными волосами, одна прядь которых была выбелена. Он заметил мой взгляд и посмотрел в упор. Даже упросительно приподнял бровь, причем явно недружелюбно. Мол, чего тебе смертная? Да-да, он наглядывал аудиторию с таким выражением лица, будто он тут бог. «Каждый студент в этом году должен пройти магическое сканирование», — торжественно объявила миссия. «Что за магическое сканирование?» — шепнула я настороженной Диарелле. «Сканирование — это магограмма того, какие магические всплески были в последнее время у студентов. Магограмма способен вывести очень сильный маг. И чем сильнее уровень мага, тем дальше он может заглянуть в прошлое», — шепнула Диа, пока студенты бурно обсуждали поступившую новость. «Но обычно это промежуток не больше трех недель». «А знаете, кто его будет проводить?» После эффектной паузы миссия продолжила. «Проводить его будет не кто иной, как владыка льда». Аудитория шумно выдохнула. «Сто процентов ищет свою суженую», — воскликнул Ирвик, и многие его поддержали. «Вот только я была уверена, что не суженую он ищет. Зачем бы ему это?» «Ее он может найти и по заколке. Он ищет того, кто заморозил ту девушку на носилках. Но об этом, разумеется, никто не знал». «Диа, все в порядке?» — спросила у соседки, которая нервно кусала губы. Ответить она не успела. В аудиторию вошел преподаватель. Сухонький, низенький старичок с белой бородой. Еще один гном. «Сколько же всего удивительного в этой ледяной академии! Оказалось, что я не просто знаю местный язык, но я могу спокойно на нем писать. Преподаватель рассказывал об относительно недавнем времени. Три года назад состоялась битва на Вечном Хребте. Дартания напала на Дракмар. Некоторые студенты Академии, уроженцы Дартании, хорошо помнили эти события. Именно поэтому преподаватель указал на меня. Студентка Тиль, ответьте мне, что использовал противник Дракмара в качестве скрытой угрозы. Я надеялась, что Ди хотя бы на листке напишет мне подсказку. Но она смотрела в окно, размышляя о чем-то своем. Такое ощущение, что и вообще нет дела до того, рассекретит меня или нет. — Я не помню, проф... магистр. Исправилась я, удивив преподавателя. — Вы же в прошлом году реферат на эту тему писали. Неужели уже все забыли? — А она не в настроении отвечать, — произнесла одна из девушек с первых парт. — Она скоро выйдет замуж за старика-немага. При всем уважении к вам, магистр. — Вот же стерва. Еще и обернулась ко мне, картинных мыкнув. А я улыбнулась самой лучезарной улыбкой, на которую была способна. Это и в этот Тиль должна выйти за старика, а я обязательно вернусь домой. — Дартания три года назад при сражении использовала запрещенную технологию подчинения драконов, а также взяла в заложники истинную пару императора Ордана Ониксового. — Продолжил рассказывать магистр. — Стоит ли говорить, что после этого неразумного действия Дартания потерпела сокрушительное поражение? Ей оставалось уступить во всем дракмару. Ведь нападение на истинных драконов не прощается. Истина — это продолжение них самих, тем более если связь была настолько прочная, как Ордана Ониксова и его избранницы. — Чувствуется мне, все на самом деле было не так. Наверняка не так. А это все выдумки и домыслы. Не может все быть настолько романтично. Но развивать свою мысль я не стала, куда более заинтересовавшись думами Диарелла, которая совсем сникла. Когда хрономорф засветился зеленым, то все студенты выдохнули с облегчением и засобирались. — Не забудьте экзамен через неделю, чтобы все были готовы. Понимаю, ваши мысли заняты прошедшим зимним балом и предстоящей праздничной неделей, но между ними еще две зачетных недели, дорогие студиозы. — Тридцать билетов, чтобы от зубов отлетало. — Разумеется, преподавателя никто не слушал, спеша в сторону выхода. Когда мы вышли, я тут же коршуном налетела на Иветту с расспросами. — Ты действительно не понимаешь? — скинулась Диарелла. — Владыка будет проводить магическое сканирование. Всех. А у тебя фон нулевой. А у Иветты такого быть не может. Она магичила, причем магичила на лекциях. Полученная магограмма не будет стыковаться с реальными событиями, а это уже проблема, как ты понимаешь. — Понимаю. Разве же это проблема? Я широко улыбнулась. Если Владыка засечет нестыковку, начнет докапываться до правды, и рано или поздно обязательно докопается. Значит, поймет, что я в этом теле случайно. — А ускорить магическое сканирование можно? — задумчиво спросила я. Например, сейчас можно пойти и попросить о нем? — На что ты надеешься? — скинулась Диарелла. — Владыка тебя презирает. Ты сделала нечто неприемлемое в прошлом году. Поэтому если он и проведет магическое сканирование и увидит несостыковку, то будет подозревать тебя в еще одном магическом ритуале по заметанию следов. — Поверь мне, учитывая ваши взаимоотношения, для него легче будет поверить в то, что ты вновь жульничала, чем в то, что тебя подставили. — Вот же. Она права. Я помню, как он сегодня обвинил меня во взломе тайной секции. И это действительно проблема. Ну как вернуть доверие ледяного дракона? Хроном морф стал желтым, но пока не мигающим. Я медленно побрела за Диареллой, размышляя о всяком разном. Вокруг шутили и смеяли студенты, которые явно были счастливы предстоящим каникулам. Их интересовала, кто такая та самая Золушка. А та самая Золушка, что, судя по их словам, истинные владыки, идет по коридору с опущенными плечами и думает, как бы заполучить. Не то, что любовь у Лайда Снежного, а хотя бы его доверие. Как же порой зло шутит судьба. Мы вошли в лекционную аудиторию и спустились по лестнице до своей парты, когда хрономорф еще мигал желтым. Я заметила, что мы с Диареллой образовали остров отчуждения. Понятно, почему они не боялись, что кто-то рассекретит Эвету. Да с ней банально никто не общается. Я же, любившая почесать языком, с завистью оглядывалась на одногруппников. Не привыкла, я чувствовать себя неудел. «Доброго дня, студенты!» Когда хрономорф сменил цвет на красный, за кафедру бодр прошла ректоресса. «Доброго дня, магистр Тари!» Весьма дружелюбно отозвались студенты. Девушки приветливо улыбнулись, парни продвинулись вперед, пожирая магистра влюбленными глазами. Впрочем, пожирать там было что. Высокая темноволосая девушка с карими, менделевидными глазами и настолько соблазнительными губами, что даже простая улыбка на них выглядела несколько порочно. И это ректоресса. Я, конечно, читала романы об академиях с безумно привлекательными молодыми ректорами, но чтобы с такими ректорессами нет. Разрыв шаблона. «Сегодня последний учебный день, поэтому не буду докучать вам лекции». Приятным, немного низковатым для девушки голосом произнесла преподаватель и оглядела аудиторию беглым взглядом, неминуемо остановив его на мне. К тому же одна студентка задолжала мне реферат. «И в этот сельд не желаете выйти рассказать нам о достоинствах и недостатках свободных нравов женщин с острова Еджу?» «Нет», — машинально несколько испуганно ответила я и почувствовала всю тяжесть ректорского взгляда. «А, я хотела сказать, какие же там недостатки, исключительно достоинства?» «Неужели?» — скинула брови ректоресса. «Прошу, Тильд, впечатлите меня». Ректоресса вышла из-за кафедры и села за свободную парту, причем так изящно, будто бы минимум на трон восходила. Я испуганно посмотрела на Диареллу, которая на этот раз написала несколько коротких лов на бумаге. «Тролли и женщины объединяются в гаремы, где воспитывают детей, а с мужчинами спят за деньги». Ого-го, нравы! И дернула же мне сказать, что плохого в таких свободных нравах. Я почему-то подумала больше о равноправии, мол, и мужчины и женщины могут позволить себе необременительные связи до брака. Кто же знал, что женщины с острова Еджу «Это троллихи, живущие в гаремах». Хотя, подождите-ка, а что в этом плохого? Каждая вольна выбирать, как жить. Вот у меня выбор отобрали. Кто сказал, что полноценная семья – единственный правильный путь воспитания детей? Может, тролли бьют своих жен? Вот они и стали объединяться в коалиции. Выйдя к доске, я глядела аудиторию. Лучше бы о нетрадиционных источниках энергии рассказала, чем о нетрадиционных семейных ценностях, честное слово. Значит, тролли-женщины с острова Еджуа – они из свободных нравов. По аудитории прокатились смешки. Что ж, продолжим. «Все вы прекрасно знаете, как живут тролли-женщины. Объединяются в коалиции. Другими словами, создают большую семью, состоящую исключительно из женщин, которые умеют слушать и могут поддержать. И в этой среде взаимопонимания и поддержки они растят детей». «Можно вопрос?» Бестеремонно вклинился в мою речь Скайн, подняв руку. Ректоресса кивнула, разрешая ему продолжить. «А взаимоотношения и поддержка проявляются в цитадели до боя за богатого любовника или после?» По аудитории прокатились смешки. «Ладно, признаю, в вопросе я откровенно плаваю». «И до, и после?» Ничуть не смутилась. «Они честны сами с собой. В нашем обществе многие женщины стремятся выйти замуж за мужчину побогаще да познатнее, но действуют из-под тяжка». «Как ты?» – хмыкнул Скайн. «Ты ведь о себе рассказываешь и в это. Если вспоминать события прошлого года, разумеется. Но не будем об этом. Я лишь хотела сказать, что у драконов не так. Мы влюбляемся». «Влюбляются?» «У-у-у, этот Скайн меня разозлил. Хотя стоит быть собой честной. Разозлил меня не Скайн, а Диарелла, которая не желала говорить, что же натворила и в это в прошлом году. Однако у меня было, что ответить своему недавнему спасителю. «Влюбляетесь или привязываетесь? Насколько мне известно, у вас нет выбора». Хмыкнула я, вспомнив обрывки рассказов об истинной паре. «Вы безвольное животное, которым какая-то магия указала. На, держи, это твое. А вы в порыве собственничества даже не можете узнать свою истинную. Не это ли вам показал прошедший бал? Или Владыка уже нашел свою золушку, а я не знаю?» «Кажется, от меня не ожидали такого отпора». Я тряхнула головой, зная, что одержала победу. Но никак не ожидала увидеть в конце аудитории на возвышении «Владыку». Глава шестая Лайт снежный, Владыка льда «Со мной творится что-то не то. Все из-за этого проклятого бала. Не нужно думать о шалящей ледяной магии, которая создала необычный фон в горах. А все мои мысли убегают к золушке с бала. Нестабильный фон заметил не только я, но и император. Ордан вызвал меня еще утром. «Кажется, в ледяных чертогах неспокойно», произнес Дан, когда мы сидели на террасе и пили чай. «В остальной части Д'Артани было тепло и солнечно, в отличие от моих владений». «Я сегодня летал там, но ничего не смог понять. Снежная магия не менее своевольна, чем моя тьма. К тому же закрыта для меня». Я кивнул, соглашаясь. «Есть несколько версий, тщательно прорабатываемых мной. Как только картина сложится, я скажу тебе, Дан». Император кивнул, и я, попрощавшись, отправился к порталу. Пока шел, в мысли вновь и вновь лез образ незнакомки. «Кто же ты, таинственная леди?» Забежала, ничего не сказав. Испугалась, когда поняла, что я действительно владыка. Но ведь драконицы меня знают, а люди... Людей извне не приглашают на этот бал. Если первокурсница, то еще можно понять, почему она не узнала меня. Но их я проверил в первую очередь. Ни на одну заколка не отозвалась. Потом перешел на девушек со старших курсов. Заколка по-прежнему молчала. Кажется, я проверил всех, кто был в академии. Эль же все-таки драконица, но притворилась, что не узнала меня. Для конспирации. Я не был слишком эмоциональным, наоборот. Но этой девушке удалось разжечь мой интерес. И мало того, что дракон откликался на нее, желая быть ближе, тосковал, так ей еще удалось поленить и мой разум. Я не помнил ее лицо, не помнил фигуру. Но ее прикосновения до сих пор будоражили воображение. Вернувшись в академию, я продолжил обследовать тайную секцию в поисках книги с ритуалом, с помощью которого заморозили девушку. Я был уверен, что нестабильный магический фон связан с этим. Мне не удалось вдохнуть тепло в несчастную студентку. И оставалось лишь наблюдать, как она постепенно угасает. Судя по всему, жить ей осталось не более трех-четырех недель. И вновь мысли о Золушке сбили меня, когда мне передали записку привратника академии. Он перечислил всех леди, покидавших бал, и распределил их по времени. Почти все имена были мне знакомы. А вот последняя, кто покидал академию, была девушка инкогнито. Ее имени привратник не знал, он просил ее назваться, но его просьбу проигнорировали. У привратника не было приказа кого-то задерживать, поэтому он не настаивал. Ведь досматривали тех, кто входил в академию, а кто выходил – нет. Но значит, она или ушла, или уже была здесь. Кто же она? Я пробежался глазами по именам. Количество пришедших и ушедших не сходилось на единицу. Неужели это и есть, моя золушка, моя таинственная девушка, что значила в списке инкогнито, покинула академию последней, поэтому привратник обратил на нее внимание. А если это она чего ждала? Пряталась и до последнего надеялась, что я ее найду? А если она все-таки еще тут? А привратник что-то напутал. Если она ловко обвела меня, то есть в коридорах академии. Ведь внутренний дракон чуял ее, ощущал совсем рядом, но не мог точно сказать, где она. Ее будто что-то скрывало. Таинственная магия. Быть может, заколка барахлит из-за нестабильного магического фона. Надеюсь, демонов фон позволит мне провести правильно магическое сканирование. Ведь от этого многое зависит. Так я смогу выявить у студентов сильные всплески, и один из них, возможно, окажется вызванным снежным ритуалом. Быть может, так удастся найти и того, кто заморозил девушку. Было бы куда проще, если бы один из жемчужных согласился помочь. Но чтецы разума и мысли не использовали свой дар для допросов невинных, считая это нарушением прав и свобод. Драконы, по сути, свои создатели. А клан жемчужных особен. Они слишком много знают, и им приходится слишком много молчать. И вот, если мне удастся найти хоть одно доказательство чьей-то виновности, то жемчужные согласятся просмотреть его разум на допросе. А пока придется придерживаться изначального плана и расследовать самому. Я отложил изучение книг, когда дракон вновь стал беспокойным. Он учуял пару. Не может этого быть. Он то находил ее след, то терял. Я вышел из библиотеки, быстрым шагом направился по следу, едва ли разбирая дорогу. И каково же было мое удивление, когда он провел меня в аудиторию, где занималась эта девчонка. И вот, Татильд, мой худший кошмар. Агния Леденцова. В аудитории повисла тишина. Если бы тут пролетал комар, мы бы непременно услышали его писк. Продолжайте, студентка. Милостиво позволил мне владыка, а сам сел за последнюю порту, рядом с явно занервничавшей ректорессой. Сглотнув, я подавила в себе желание спрятаться за кафедру, хотя очень хотелось. Неимоверно. Что продолжать-то? Я ничего не знала. Тем более драконья половина аудитории смотрела мне крайне враждебно. Конечно. Посмела высказаться радикально против их святыни. Так вот. Троллихи, в отличие от наших женщин, не боятся прослыть легкомысленными, если откровенно захотели какого-нибудь мужчину. Заключила я из всего, что знала. Они имеют больше свобод, чем мы. Захотели мужчину, дубинкой по голове и в пещеру, в цитадель то есть. По аудитории вновь прокатились мешки, только теперь даже одобрительные. Я посмотрела в глаза владыки. Они смелые, чтобы не бояться признаться не только себе, но и всем окружающим в своих истинных желаниях, которые другие считают постыдными. Нужна недюжинная смелость. И еще в подобных отношениях есть один неоспоримый плюс. Сердце сжалось и отвернулось от его снежности. Мужчина никогда не изменит, потому что ты не привязан к этому мужчине. Ты от него ничего не требуешь. Он от тебя ничего не требует. Вы просто занимаетесь кое-какими вещами по обоюдному желанию. Никаких претензий. Никаких возвращенных колец. Я замолчала, обдумывая свои слова. Если бы Костик не сделал мне предложение, не пообещал бы больше, чем способен был дать, то у меня не было бы к нему столько претензий. Да и на бал бы я не пошла, не попал бы в эту академию. Впрочем, я ведь сама виновата. Ледышка, так меня называли за спиной однокурсники, потому что я никого к себе не подпускала. А потом появился Костя, весь такой яркий, горячий. Он обещал согреть. Я сторонилась с интимных отношений даже с ним. И он решил пойти на отчаянный шаг, о котором я его не просила. Сделал предложение. Я думала, что влюбилась, думала, что это обоюдно, думала, что он ценит то, что я храню себя для одного единственного, как бы глупо и смешно это ни звучало. Дали дышка, но с пламенным сердцем, которое готово верить в любовь раз и навсегда. Так что даешь свободные нравы троллих островов. Воскликнула я в конце и поняла, что это было лишнее, так как многие студенты скривились от подобной перспективы. А вот девушки, наоборот, подались вперед. Хм, может открыть клуб троллих свобод? Для девушек вход бесплатный, для парней сто рублей. Ну, не рублей, а какой-нибудь местной валюты. Вы представляете, ажиотаж. Парни будут готовы заплатить любые деньги только для того, чтобы послушать, о чем же таком ведут разговоры людские троллихи. И брать с них клятву о неразглашении. О, а еще выход из сообщества платный 200 рублей. Но опять же, не рублей, а местной валюты. Мы им будем читать лекции о порочных свободах, о том, как мужчины должны преклоняться перед женщинами, добиваться от них интима, едва ли не сексуальными рабами стать. Парни от нас будут убегать, сверкая пятками. Но нет, за выход из нашего чудесного сообщества придется раскошелиться. Таким образом, и денег позаработаю, и дефицит общения восполню, и многое об этом мире узнаю. Их жаль, что период экзаменов, а не учеба, а то я бы тут развернулась. «Спасибо, студентка Тильт, за столь содержательную лекцию», произнесла ректоресса с трудом воручая языком. И особенно за итоговый вывод. «Это всегда, пожалуйста, обращайтесь». Приободрила я ее и с улыбкой вернулась на свое место. Диа прикрыла лицо волосами, пряча смущение. «Знаться она со мной не хочет, видите ли. Это она еще не знает о моем плане поднять деньжат. А ведь если поднять деньжат, может, смогу нанять мага, который решит мою проблему». «Ох, но опять же, рассказать о своей проблеме из-за заклятия не смогу». «А если к гадалке?» «Тут есть к гадалке?» Ректоресса сегодня отпустила всех еще до того, как хрономорф сменил свой цвет на желтый. Ладыка, встретившись со мной долгим взглядом, поспешил за ней. Интересно, почему он приходил? Сообщить Тайре какую-то важную новость? Задумавшись, я не сразу заметила приближающуюся опасность в лице той самой стервы, что поддела мне на прошлой паре. «Очень прогрессивный доклад, особенно вывод о выборе спутника. Кто-то сожалеет, что не может вернуть кольцо?» Я вздрогнула. Знала бы она, что попала в самую точку. Я очень жалела, что не могу вернуть кольцо Костику, разорвать с ним помолвку и высказать все, что я думаю о таких изменщиках. Я видела его с другой, видела больше, чем должна была, придя к нему в неположенное время и открыв дверь ключом, который он сам же мне оставил. Даже сейчас при воспоминаниях об этом меня кидает дрожь. А тогда... «Так, отставить уныние?» «Ох, что ты!» вернулась к разговору. «Как только старик окочурится, так я сразу вступлю в общество, да? Что сами будут выбирать себе спутников?» «А что еще делают молоденькие, хорошенькие вдовы?» «Становятся любовницами сильных мира сего и полностью управляют своей жизнью?» «Рано ты меня отправляешь на тот свет, дорогая. Рано!» Раздалось сзади, и я замерла, не веря своим ушам. Приятный баритон с хрипотцой. У госпожи стервы приопустилась челюсть, когда взгляд упал за мою спину. А тем временем, незнакомец все тем же хриплым голосом представился. «Невил Робертсон, граф Арукский, подданный его величество короля Д'Артания». «Неужели и правда мы жених?» Но голос совсем не старческий. Стерва пробормотав что-то вроде того, как ей приятно познакомиться, выбежала из аудитории, а я медленно развернулась к старику, бросив быстрый взгляд на застывшую удивленную Диареллу. Жених стоял на ступень выше, и с моего ракурса казался огромным, даже медведеподобным. Волевой массивный подбородок, полные губы, черные вьющиеся волосы и взгляд. Пугающий. Вылитый Гастон из красавицы и чудовища. И совершенно не мой типаж. Однако на вид ему было чуть за сорок, вполне себе молодой, даже седина еще не украсила виски. «Здравствуй, Диарелла», улыбнулся ей Невил, бросив взгляд голубых глаз на Ди. «И это его Иветта называет стариком. Интересно, кто распустил слух о его возрасте по академии? Сама Ив?» Судя по удивленной физиономии Диарелла, она оказалась жестоко обманута своей лучшей подругой. Значит, Ив пыталась вызвать жалость. Или же сама Иветта не знала об истинной внешности графа? «Ваше сиятельство?» изумленно спросила девушка. «Вы выглядите...» «Магия», — кивнул мужчина. «Во мне неожиданно открылся магический источник, поэтому в свои восемьдесят два я стал выглядеть так». «Разве такое бывает?» изумилась Ди. «Не знала, что магия может просыпаться так поздно». «Бывает, дитя мое», — кивнул граф и перевел взгляд на меня. «Как тебе мой новый облик, дорогая?» «А как вам мой?» хотелось спросить мне, но, разумеется, из-за ритуала я не могла даже намекнуть. «Интересно, а родители Иветты в курсе его преображения?» «И, может, увидев его нынешнего, Ив вернется?» Подумав о родителях Иветты, я почувствовал укол в сердце. Я скучала по своим родителям. «Интересно, как они там?» «Места, наверное, себе не находят». «А все это из-за этих двух затейниц». «Хотя я бы на месте Иветты не призывала жертвенного Агнца, то есть меня, Агнию, в этот мир, а отказывалась бы от наследства и приданого, сколь бы большим оно ни было. Свобода важнее денег». «Вы оборожительны, ваше сиятельство?» улыбнулась Ди, потому что я просто растерянно молчала. «Вы прибыли в Академию, чтобы явить себя невесте?» «Не совсем. Я принес родовое кольцо, чтобы к серебряной ночи оно привыкла к войти и смогло ее оберегать. Дорогая, ты позволишь примерить его на твой пальчик?» «Право не стоит. Я еще с прошлым обручальным кольцом не распрощалась. Кстати, где оно? Я о нем совершенно забыла, но по логике оно должно было быть на мне, разве не так? Хотя ведь и Ветта с Диарелой переодели меня. Мы с Иветой поменялись нарядами, значит, и обручальное кольцо она забрала. Надо будет вернуть при возможности. Подавать свою руку я не собиралась, а граф обернулся где?» «Не оставишь нас». Диарелла кивнула и вышла из аудитории. Все студенты тоже ее уже покинули, поэтому мы с женихом остались наедине. Я почувствовала, как просторная комната сужается, становясь узкой клеткой под тяжелым взглядом старика. «Ваше сиятельство», – произнесла я, чтобы хоть как-то сбить начавшийся мандраж. «Для тебя, Невилл, моя дорогая». Опять этот хрип, от которого у меня бегут мурашки. И вовсе нет возбуждения от страха. «Невилл». Послушная справилась я. Это граф меня пугал, и, как оказалось, не зря. Мужчина резко выкинул вперед руку и схватил меня за горло. Я даже пискнуть не успела, как он приподнял меня над полом. Вцепившись в его руки, я пыталась высвободиться, но какой там, хватка железная. Лучше бы он был стариком. «Так вот, какие у тебя планы, маленькая дрянь. Ждешь моей смерти?» «Нет, нет, нет. Это и в это ждет, а я жду возвращения домой, но сказать что-то не удавалось лишь хрипеть». «Запомни, маленькая потаскушка, я знаю твой секрет. И ты сделаешь все, что я скажу, поняла? Пока ты себя хорошо ведешь, я тоже себя хорошо веду. Если я хотя бы заподозрю, что ты что-то замыслила, ты пожалеешь, что родилась. Я превращу твою жизнь в ад, моя дорогая Ив». «Ё-моё, что не мужик тот угрожает? Мама, я домой хочу!» Меня отпустили, точнее, буквально выбросили. Я ударилась бедром о парту и упала на ступеньки, в последний момент успев ухватиться за лавку, чтобы не покатиться вниз. Зато сумку не удержала, она упала у самой кафедры. И все студенческие принадлежности рассыпались из нее. В этот момент двери распахнулись. «Что здесь происходит?» Скайн вошел, уверенно сдвинув брови, и оглядел нас. Граф тонко улыбнулся и подал мне руку. Помощи от него принимать не хотелось. Более того, хотелось рассказать Скайну все, что произошло, но граф так посмотрел, что... «Да, я испугалась. Я же девушка, попавшая в другой мир и не имеющая тут защиты. Как бы не испугаться?» Но руку все равно не приняла, опять же, банальной страха. Она была для меня подобной ядовитой змее, способной укусить, поэтому встала на ноги и побрела вниз за сумкой, похрамывая. «Моя невеста упала, вот помогал ей подняться. Но она у меня такая застенчивая. Никаких прикосновений до свадьбы». Скайн склонил голову, мол, «Вы точно говорите об Эвете Тильд? Она-то застенчивая». Но граф никак не прокомментировал и направился к выходу. У двери он обернулся и выдал подобие улыбки. «До встречи на праздничной неделе, моя дорогая!» Машинально кивнула и начала быстро собирать рассыпавшиеся канцелярские принадлежности в сумку. Лыша чьи-то шаги. Скайн подошел, держа в руках открытую коробочку. На подошечке лежало увесистое кольцо с сапфиром. Видимо, граф оставил на парте, пока я спускалась, и не заметил этого. «Ты говорила, что он старик?» Произнес парень. Сама так думала. Буркнула в ответ и потянулась к кольцу. Со стороны, должно быть, выглядела очень романтично, будто принимаю предложение руки и сердца от Скайна. Даже улыбнулась этой мыслью. И в этот момент от двери прозвучало. «Что здесь происходит?» «Ой, надо же!» «А ледяные не оригинальны в своих вопросах». Благодарю вас за прослушивание аудиокниги. Продолжение аудиокниги вы можете прослушать, перейдя по ссылке из описания видео или в закрепленном комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение аудиокниги Благодарю вас за прослушивание аудиокниги. Продолжение аудиокниги вы можете прослушать, перейдя по ссылке из описания видео или в закрепленном комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Благодарю вас за прослушивание аудиокниги. Продолжение аудиокниги вы можете прослушать, перейдя по ссылке из описания видео или в закрепленном комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Благодарю вас за прослушивание аудиокниги. Продолжение аудиокниги вы можете прослушать, перейдя по ссылке из описания видео или в закрепленном комментарии.